186 день российской белорусской агрессии против украины новый обзор сегодня город кумертау башкортостан вот так он выглядит на карте вот так такая вот супер глубинка россии давайте я вам покажу как хорошо этот город законсервировался со времен советского союза посмотрите какая эталонная советская площадь просто лютейший совок жулик на месте елочки на месте администрация супер широкий проспект памятник вертолету такие вот планировочки советские посмотрите на эти дома смотрите просто идеальная консервация советского союза вот и для всех кто очень хочет вернуться советское время кумертау просто идеальный город просто идеально как будто бы вот этот период советский это был идеал и все местные чиновники все местное население держатся за этот идеал стремятся к нему но это неплохо это честные люди они не только на словах но и на деле любят любят совок любят коммунизм посмотрите все в таком едином стиле даже балконы которые вот там застеклили что-то сделали все равно как-то это сделано аккуратно не наляписто нету какой-то наляписто рекламы асфальт такой хороший объективно хорошая дорога разметочка бровочки эти посмотрите как они идеально окрашены в белый цвет вот просто супер отсылка к советскому времени у нас вот например уже никто не красит бровки то есть в этом нет никакого практического смысла это никому не нужно а а тут все вот просто как в лучшие годы вот тут какая-то самодеятельность мне кажется это так быть не должно так а хотя не это здесь внизу окрашена на видите просто аутентичность практически сто процентов практически сто процентов тут можно снимать фильм о советском времени без проблем но тем не менее есть и новостройки вот мы можем их видеть вот такие дома вент-фасад кстати неплохо дом пожалуйста газифицирован вот такая история то есть город кроме того что имеет музей под открытым небом советского союза он еще и живой в нем что-то происходит что-то строится в нем хорошие дороги да может быть скромненько и беденько потому что советский союз все-таки это уже глубокое прошлое но все равно зато чистенько аккуратненько смотрите какие домики к сожалению город не слишком хорошо оцифрован чтобы показать вам дворы но давайте попробуем просто попасть в доступные дворы вот например двора давайте опустимся вот сюда вот пожалуйста знакомая в россии картина куча мусора какие-то люди с тачанками но тем не менее тут мусорник огорожен и вот есть даже сортировка мусора за что ставим лайк вот такой дворик опять же таки вот бровочки которые уже утонули но в целом да там шинный дизайн в целом как-то чисто аккуратно такой провинциальный лоск опять же эти шины но не знаю для такого городка простительно так много машин много машин город не бедный город живой но и не богатый в то же время то есть такое да чувство как раз на грани он где-то так один двор посмотрели такой скромненький двор как я говорю советский союз то есть как будто бы люди вот вот так как-то зафиксировались в советском союзе и уже кто смог тот что-то себе нажил ну в частности там автомобиль но каких-то излишек себе люди не не позволяют ну вот опять же парковка на газонах детские площадки ну не супер старые но такие скромненькие так смотрим вот здесь фасад обшит неплохо так окей смотрим дальше еще какой-то двор давайте посмотрим вот этот двор так вот первая ямка кстати на удивление есть так ну что ну тут как-то все однообразно так вот есть старенькие буханочки но есть и новые какие-то машины вот такое рано неплохое в общем такой вот уверенный советский союз все как-то вот застыло но при этом не стало грязным не стало ужасным тем не менее в головах людей все-таки есть шизофрения давайте я покажу местную достопримечательность и собственно в этом и вся суть этого города внимание вуаля посмотрите посмотрите на эту шизофрения только ради этого стоит посмотреть обзор кумертау смотрите сталин тут зеленый дельфин тут крокодил гена какой-то плавает тут просто эталонный шинный дизайн а тут вот такая машина на ней написано за родину стали на победу тут разукрашенные камни какие-то прялочки лебеди и шин фламинго и шин аисты и шин флаги россии смотрите на воротах как патриотичника герб россии тут какой-то тын я не знаю вообще к чему это все как это все смешалось в голове у человека но это просто идеальная иллюстрация россии то есть если вы хотите понять что такое россия просто посмотрите на это изображение и вы поймете вот в этом вся суть россии единственное чего здесь не хватает для местного колорита это вертолета и угля это нужно как-то обыграть было бы и просто было бы 10 из 10 кстати про уголь город чем-то вернее не чем-то а конкретно углем напоминает донбасс то есть точно так же как и донбасс строился город как рабочее поселение для добычи угля и вот собственно мы видим как живут богатые шахтеры но на самом деле тут предприятие закрылось и тут живут богатые авиаторы вот так живут в россии богатые авиаторы вертолетчики но в принципе очевидно что добыча угля была первоначальной вот это все строительство вот эти все дома я имею ввиду я имею ввиду вот такие дома старые они все построены все таки в период когда уголь был основой города а все уже наверное новые дома они больше акцентированы на предприятие которое производит вертолеты так ну вот так выглядят улицы в общем скромность во всем такие вот бровки утонувшие уже в земле но они хотя бы есть их красят вот смотрите там какой самолет вдалеке давайте к нему продвинемся в общем такая скромность серость но но чистенько как-то ну вот даже вот эти шины они как-то плюс-минус нормально смотрится смотрите вот самолет взлетает як вот какой-то парк кстати сделаны дорожки так давайте попробуем еще найти какой-то двор посмотреть как там во дворах жизнь происходит так ну видите дворов мало оцифровано вот эти дворы недоступны парк коммунальников очень хотел бы посмотреть потому что кажется в нем как-то очень мало деревьев как для парка так но тоже тут недоступны дворы к сожалению можно отправиться в частный сектор а вот давайте вот сюда отправимся посмотрите какой двор асфальт пожалуйста сделано вход на без всяких лишних лестниц классно классно площадочка скромно но ничего сделают путин еще лет двадцать поправит и сделать площадочку вот даже техника которая делала двор еще стоит здесь запечатлена вот такая улица ну так как то опять же скромненько скромно то есть как для богатого города авиаторов я бы сказал что очень скромно но опять же можно утверждать что это просто консервация совка и мы это наш стиль нам так нравится супер просто наши вот такие буханочки обожаю их вообще маленькое чудо посмотрите что я нашел класс победобесия и здесь обожаю это обожаю это наверное дедам которые воевали а хотя нет такой машины не было у дедов вот это дедам этого наверное афганцам а это еще кому-то кто выполнял какой-то свой долг интернациональный так улица дзержинского да была да дзержинского куда же без нее советские названия ну в общем как бы пока кумерта вот полностью соответствует этому дому с шинными лебедями которые я вам показывал то есть все смешалось посмотрите звезда волбу горит такой в общем лютейший совок но при этом сохранен он хорошо и это как бы такая лучшая реклама потому что смотрите у нас классные дороги смотрите у нас есть машины смотрите у нас чисто смотрите у нас бровочки все окрашенные бордюрчики все причесаны смотрите дорожки делаются деревья посажены поэтому у нас все классно у нас все супер люди работают отлично себя чувствуют с одной стороны да с другой стороны давайте скажем так ребята вот смотрите кстати еще спортивный комплекс построен юбилейный круто на самом деле круто вот такая разметочка 60 лет башкортостана в составе ссср так вот такая вот такая изоляция до утепления не знаю в общем модернизация домов потому что проекты дерьмовые были и эти стены промерзают промокают поэтому сделали вот так централизированно молодцы тоже респект в общем подкупающий такой совочек но когда ты приходишь к тому частному дому который я показывал ты понимаешь что шизофрения она она в головах она не в фасадах она не в окнах она не в машинах она в головах так давайте посмотрим как выглядит вертолетный завод я уже знаю где он он где-то вот тут на севере так мне нужен общий план так смотрю смотрю заводно идти хочу вот он нашелся вот вот это кумапп это вот городообразующее предприятие оно производит вертолеты я очень надеялся что производит вертолеты вот эти аллигатор которые массово сбивают в Украине вот был обзор торжка там был человек который разбился на вертолете интересная история о нем о том как его в России похоронили а журналист бутусов снимает его труп возле вертолета интересная история но здесь этот вертолет не производят здесь производят другие вертолеты в частности К-226Т в основном это вертолеты для ВМС и для ну каких-то скажем бытовых нужд то есть не для бомбардировок украинских городов не для убийства украинцев а просто для каких-то обслуживающих потребностей смотрите какая интересная штука здесь есть на площадке вот такая штука это беспилотник советский когда-то они тут производились и вот такие беспилотники Украина использует для атак ответных против России вот я помню были новости об этом такие штуки уже были сняты с вооружения но с началом войны все может пригодиться все может использоваться это разведывательный беспилотник но его можно начинить какой-то взрывчаткой еще чем-то и запустить запустить по врагу кстати был случай такой беспилотник упал по-моему в Хорватии если кому-то интересно можете погуглить эта новость в Хорватии причем он упал в каком-то городе прямо в парке и оказалось что название этого хорватского города оно совпадает с названием украинского города то есть и в Хорватии и в Украине есть города с таким названием и было предположение что просто русские когда его программировали отправляли они просто указали неправильно неправильную страну и он просто улетел туда в Хорватию там упал разбился взорвался так ну ладно в общем это все лирика пробуем смотреть как живут тут простые люди ну давайте вот сюда еще попробуем направиться пожалуйста СССР классический да вот этот дом наверное не СССР или поздний СССР но он все равно как-то органично вписывается то есть он невысотный в нем нет никаких скажем в нем нет никаких изысков ничего такого то есть он органично вписался двор тоже здесь абсолютно скромнейший да то есть как бы такая скромность серость советскость я бы так это писал посмотрите какая огромная площадь никак не используется просто тут какая-то трава самозасеялась тут вот люди немножко пятачок себе шинами окружили все вот так живут авиаторы так же скромно как и вся Россия ну просто чуть-чуть лучше дороги чуть-чуть лучше дороги чуть-чуть лучше фасады чуть-чуть лучше дома в плане обслуживания вот собственно и вся разница поэтому поэтому даже если вы живете в каком-то крутом городе с градообразующим крутым предприятием это ничего не означает абсолютно ну смотри какая-то разруха местная ну опять же она обнесена забором то есть таким временным за это респект вот еще пожалуйста торец здания обшит вот еще один обшитый торец то есть стадион шахтер ну стадион выглядит так немножко заброшенный и вот эта надпись тоже заброшенная ну в общем в общем сюда мы к новострою уже уже ездили да так 40-летие победы кстати называется улица то есть победобесия во всем вот еще такая центральная часть тут вот мозаики с местным бытом дворец угольщиков кстати не шахтеров а угольщиков дворец был город пожалуйста 53-го 53-го года то есть 53-го года тут никто ничего не трогал пожалуйста русские татары там башкиры кто угодно здесь живет развивайтесь стройте никто вам не мешает все хорошо вот угольщиков дворец но на самом деле уголь насколько я читал на странице википедии уже не добывается то есть предприятие которое добывало тут уголь оно уже закрылось банкрот что в принципе нормально то есть ситуация следующая россия отправилась спасать угольный донбасс да рассказывала шахтерам донбасса да мы вас тут да вы будете продавать да вы вообще да мы вам да вы тут все что а у себя вот пожалуйста в кумертау предприятия закрылись все уголь уже история отошел на второй план вот только остались дворцы угольщиков и такие памятники ну какое-то минимальное наверное количество населения занято где-то скажем в районе добычу угля там для местной тэц но это не основа не основа и это же и должно было подтолкнуть жителей донбасса к простому логическому выводу что вас просто обманывают понимаете вас накручивает маленький накручивает на маленький русский пиписос понимаете но люди почему-то не приложили как-то каких-то усилий да то есть коллективный разум отсутствовал и они такие сказали да да россия это все это силушка поверили теперь на донбассе все шахты закрылись как бы жопа полная все шахтеры по мобилизации отправились самоликвидировались стерлись и все жопа полная то есть тут хотя бы как бы уголь умер но хотя бы продолжили строить вертолеты хотя опять же в двадцатом году на это предприятие наложили санкции США и ну и в целом вообще весь мир поэтому я думаю что и производство вертолета будет в определенный момент утруднено давайте посмотрим на частный сектор честно он больше похож на дачный сектор как и во многих городах то есть люди все-таки тут выращивают что-то у себя возле дома не живут но опять же смотрим пожалуйста какой-то вертолетчик вот себе построил такой скромный домик скромный без изыска вот шины классика русского быта вот что-то то есть опять же это говорит о том что наверное есть какой-то спрос можно продать вот что-то тут копают что-то делают машины разные стоят и подороже и подешевле и старше и новее вот тут дом на две семьи такой один ну такое да обычный дачный какой-то кооперативчик ничего особенного я не скажу то есть не похоже на то что тут какие-то прям ребята живут которые супер там авиаторы прям зарабатывают бабки нет но обычный городок да не жопа согласен чуть-чуть веселее чем козыл чем шумерля естественно ну ничего такого сверх вау хотя вот этот домик симпатичный мне нравится ну опять же а рядом разруха то есть такая классическая россия но есть дорога опять же в этом плане не классическая россия потому что смотрите и тут есть дорога и тут есть дорога и туда пошла какая-то дорога нормальная может кто-то скажет ну здесь просто теплее здесь все грунты не такие там ты не понимаешь но ребята послушайте с такими деньжищами которые есть у россии как бы можно взять дороги мне кажется везде хоть и на льду строй на дороге все получится было бы желание деньги технологии вот кстати открытая теплотрасса классика россии не думал ее тут увидеть но и тут она есть но правда опять же в промзоне поэтому вот какая-то нефтебаза так ну еще давайте немножко посмотрим на какой-нибудь частный сектор вот давайте например давайте вот в этот сначала двор отправимся вот в этот а потом в этот и все и хватит обозревать этот этот музей советского союза так что у нас здесь что-то строится крыша неправильной формы не знаю не знаю что с русскими не так но почему-то это антисимметрия часто наблюдается так вот такая переулок горького так шины такие и не лень же кстати да кому-то вот так эту шину резать все даже на жесткая реально нужен какой-то инструмент ну люди заморочились в свое время так ну тут честно сказать скромняги такие живут такие вот совсем бедное жилище но опять же даже здесь грязи какой-то я особо не наблюдаю то есть все таки какой-то камушек насыпаем вот видим да выращивают люди капусточку тут так вот прям всю площадь используют под домашнее хозяйство свое ну да так в общем скромненько живут тут вот такая дачная жизнь так ну давайте еще раз в музей СССР вот сюда сбросим десантников а кстати нет это не музей СССР я думаю это многоквартирная какая-то застройка это тоже частный сектор ну вот такой да не не богатый не сказать что здесь прям авиаторы живут там прям супер лучше чем во всей России которую я видел до этого то есть впечатление остается такое типа ну нормально нормально вот кстати да дорога какая была а потом ее вот кажется чуть-чуть сделали да а нет она разбилась так это свежие 19 года снимки а тут ее просто просто будут делать поэтому срезали асфальт так будут будут делать ну за это конечно респект молодцы что тут сказать молодцы ребята что-то делается на Кирова так окей в общем вот такой обзор немножко смазанный главное не забывать что Кумертау это в целом вот эта картина ой мимо сейчас я вам еще раз ее найду извините мы сами мы не местные вот так вот Кумертау это вот это значит застывший во времени шахтерский городок который спасает вертолеты поэтому в городе меняются крыши утепляются изолируются фасады чего нет в большей части России в городе есть хорошие дороги в городе очень чисто и в целом это может немножко подкупать но потом ты понимаешь что это же просто шизофрения это музей Советского Союза это те люди которые реально едут в Украину убивать украинцев за потому что им так сказал телевизор за какие-то свои вот такие шизофренические идеи за Сталина за Родину за аиста из покрышек за крокодилогену за вот эти дерьмовые машины поэтому нужно быть осторожным в таких городках и не повестись на какую-то советскую шизофреническую ностальгию вкусный пломбер и это не пустые слова вот пожалуйста можно ознакомиться с Кумертау погиб на Украине пожалуйста информация в открытом доступе вот Александр Потапов вот он в списке вот еще бойцы приехали убивать украинцев но вернулись в деревянных ящичках то есть вернулись правильно это очень важно вот еще есть Вячеслав Корниенко то есть Александр Потапа Вячеслав Корниенко вот из Кумертау уехали не нашли себя на вертолетном производстве и правильно вернулись домой это очень важно правильно возвращаться пожелаем пожелаем всем кто решил отправиться в Украину вернуться домой точно так же вернуться в этот советский союз они так его любят тут он прям идеально сохранен вообще непонятно почему надо отсюда выезжать не вижу никакой логики в этом посмотрите какая красота вышел тут бельишко чье-то сушится тут вот такие покрышечки лежат бордюрчики так в белый цвет выкрашены посмотрите березка прямо возле дома ну красота же куда ты едешь балбесина какая Украина посмотри как красиво здесь дома в Кумертал вышел из многоквартирного дома а у тебя прямо через дорогу буквально даже через какую дорогу через дорожку лучок растет картошечка посажена посмотри чей-то частный дом ванночка стоит в огороде ну красота же ну красота какая Украина Волга вот смотри какая это уже новая Волга это уже в России построена Рено можно купить в кредит ну ребята ну какая Украина асфальт вот какой у вас красивый во дворах ну да немножко тут плиты выпирают ну ничего страшного немножко тут шины забыли покрасить ничего страшного бывает боже еще шины пожалуйста ну шин много не бывает ребята вы же знаете чем больше шин тем лучше конечно частный сектор прямо вот между многоквартирными домами это меня всегда поражало я честно не знаю кто планировал это то есть мне просто интересно вот город вот такой формы да то есть ну неправильной формы скажем прямо да центральные улицы как-то размечены запланированы но потом в определенный момент обхопа вот такой вот частный сектор вот тут там где-то остается ну ребята ну вы не можете строить город как-то по-другому там изначально это спланировать то есть как вы представляете человек в частном секторе живет вот в этих домах а кто-то смотрит со своего балкона как он ходит с голой жопой у себя на участке насколько это правильно вообще насколько это нормально я даже не знаю вот просто взяли частный сектор обстроили высокими домами тут вот при этом стоит один дом и смотрите просто пустырь возле него то есть ну как бы планирование советское конечно не на уровне но в то же время блин еще раз повторюсь посмотрите как весь город торцы да вот тут сделаны прямо бросается в глаза тут сделан тут сделан торец то есть ну во первых это говорит о том насколько дерьмовые советские проекты потому что ну реально они промерзают реально не дерьмо но в принципе сделано же посмотрите сколько крыш сделано вот эти все крыши я сомневаюсь что они все прям изначально были такие скорее всего это на старые советские здания да да вот тут сделана крыша которой в оригинал проекте не было это круто это реально круто вообще странный народ все есть все есть чего вы претесь в эту украину непонятно может вас вместе с вертолетами отправляют его сбивают не знаю но в общем лучше бы сидели здесь парк взлетный кстати можно сюда отправиться да можно краешком глаза посмотреть ой тринадцатый год еще парка не было значит получается видите парком построили деревья высадили в чем проблема зачем вы едете в украину зачем блин ребята ну ладно есть у меня одно объяснение давайте я вам покажу как выглядит киев сегодня смотрите люди отдыхают все хорошо голая жопа вот у девушки лежит себе с голой жопой светит курит кальян в телефон свой пялиться в айфон русские хотят убивать этих девушек и парней ехать с кумертау и убивать такая вот печаль так ну я думаю на этом все немножко сумбурно я все это рассказывал объяснял и плохие были параллели с донбассом почему потому что на честно сказать я уже давно смотрел этот город и как-то у меня что-то забылось там что то смешалось я вот запомнил только вот вот это место я понял что это прям вся суть россии вся суть кумертау и как-то думал как бы не забыть про вот это вот эти аналогии с донбассом про то что там донбасс уголь там вымирание во всей европе уголь вымирает шахты это все уже надо переформатировать как бы аналогии с вот с россии в которой как бы угольщики ну скажем так в золоте не купаются да ну все эти аналогии как-то меня смазались в общем основной вывод я думаю все поняли можно здесь жить для любителя совка это просто рай просто рай на земле живите себе тут русские не лезьте в украину и все будет у вас хорошо будете живы здоровы а если будете лазить в украину то будете возвращаться как вот эти ребята как вячеслав корниенко как александр потапов ну и наверное какие-то другие пять страниц есть бойцов плюс не забывайте что кроме деревянных ящичков едут еще к вам инвалиды едут люди с посттравматическим синдромом это тоже все так просто не закончится так но на этом все кто смотрел этот сумбур спасибо встретимся в других городах пока